Соревнования по гребле под говорящим названием «Быстрые весла» может быть и не собирают уйму зрителей, однако имеют крупный статус и большую историю. В первый раз эти гонки прошли во Владивостоке еще в 1975 году. Именно на них выросли многие приморские профессионалы. В заплывах этого года на озере Юность сошлись сразу 170 спортсменов со всего края. Сезон закончился, основные спортсмены у нас, которые уже отобрались на первенстве края, они уже прогонялись на всероссийских соревнованиях, но те ребята, которые за лето поднабрали километраж, скорость, они смогут здесь показать какой-то результат определенный, который, в принципе, на заметку возьмут в дальнейшем тренера. В этих заплывах участвуют и юные грибцы, и, так сказать, уже ветераны байдарок и каноэ. Соревнуются на Владивостокском озере по традиции в двух дистанциях – 200 и 2000 метров. Для опытных ребят это обычное дело, а вот для многих детей это едва ли не первые серьезные старты в жизни. И это при том, что конкуренция здесь максимальная. Очень сложно. Тут с Владивостока уже ребята ездили на Россию. Сильный очень. Мне очень понравилось. Я выполнил второй взрослый разряд, но для меня это очень большой успех. Но к следующему году я потренируюсь, буду уже места занимать, стараться. 200 метров и 2 километра – совершенно разные дистанции, которым нужен свой особый подход. К тому же длинный заплыв, например, на небольшом озере приходится проводить в три круга. Секреты прохождения такой дистанции могут рассказать только местные грибцы, которые здесь и тренируются. На спринте надо выложиться на 100%, даже на 150 и пройти максимально, как будто это последнее того из соревнования. А уже на 2 километра надо вырваться на первых минутах и потом грести на мощном кате и сделать финиш хороший. По итогам соревнований байдарочники и канаисты разыграли 16 комплектов наград. Сезон гребли хоть и закончился, однако его итоги смогут подвести только в последних состязаниях года. В конце сентября приморцы отправятся в поселок Лозовый, где сойдутся в чемпионате края. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok